Привет, друзья! С вами канал Maros Live. В сегодняшнем выпуске будем обсуждать последние горячие новости, которые коснутся, наверное, всех иностранцев, которые будут делать воссоединение семьи, которые будут покупать коммерческие страховки, потому что реально в начале июня случилась такая бомба, можно так сказать, потому что появилась новость о том, что правительство Чехии хочет внедрить, точнее, одну единственную страховку. Эта страховка будет ПВЗП, то есть можно сказать, монополизировать эту страховую компанию, чтобы остальные страховые компании ушли с рынка, а это значит очень глобальное подорожание, потому что стоимость одной страховки ПВЗП будет составлять в районе 30-40 тысяч крон в год, а это немаленькие деньги, если сравнивать суммы некоторых страховых компаний, которые составляют на год от 6,5 тысяч крон и 10 тысяч, то 30-40, это, конечно, такие неподъемные суммы. Поэтому пока еще, ребята, закон этот не принят, пока только на рассмотрении. Они, возможно, конечно, будут его обжаловать, дай бог, чтобы его вообще не приняли, конечно, я не знаю, потому что суммы действительно большие, и я вам скажу, мы сами являлись владельцами страховки ПВЗП для ребенка, когда делали воссоединение семьи, мы покупали страховку на полгода, потом уже сменили ее на другую страховку, на более дешевую, потому что стоимость на год действительно составляла от 15-17 тысяч крон, это на данный момент, на 2021 год, но если примут, конечно, этот закон по поводу того, что будет одна-единственная страховка для иностранцев, и это будет ПВЗП, то ценовая политика будет реально очень большой, поэтому, ребят, это важный момент, важный пункт, особенно тем людям, которые хотят делать воссоединение семьи со своими семьями, для тех людей, которые уже приехали и находятся в Чехии, и подходит у них срок окончания своей текущей страховки, то есть возможно продлить эту страховку, можно это сделать у нашего друга Александра Литвиненко, который сделает вам хорошие бонусы, хорошие скидки, и если вы озвучите, конечно, от кого пришли, то есть нашим промокодом все есть под видео в описании, это вот здесь все можете посмотреть, так что смело можно обращаться, получать выгодные цены, пока еще действующие, и скажу вам честно, что работать эти страховые компании будут и дальше, возвраты будут и дальше, то есть все будет на прежнем уровне, сейчас важно просто купить эти страховки на более длительный срок, это вам сэкономит очень-очень большие суммы денег, опять же, можете смело набирать Сашу, консультироваться, он вам более подробно все расскажет, потому что в этом деле он супер-мега-специалист, поэтому звоним, пишем, узнаем все моменты, нюансы. Ну и остальные новости, которые коснулись опять же в остраховании, вот в Чехии страховки для иностранцев подорожают минимум на 30%, это уже факт, подорожание связано будет в первую очередь с возросшими расходами на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом, а также необходимостью массово компенсировать расходы клиентов на дорогостоящие ПЦР-тесты. Поэтому тот вариант по поводу ПВЗП еще, возможно, не принят, но, дай бог, чтобы его не приняли, конечно, но то, что ценовая политика с июня уже подорожает, об этом тоже говорилось ранее в наших постах в Ютубе, в Инстаграме, кто не подписан, заходите, подписывайтесь, чтобы были в курсе всех событий, и была такая информация, что с июня будет дорожать на 30-40%, поэтому минимальная стоимость страховки будет составлять уже не 6 тысяч, а 10-12, в зависимости от фирмы. Переходим дальше к следующим новостям. В Чехии стартует запись на вакцинацию для иностранцев с коммерческими страховками. На текущей неделе, с 7 по 13 июня, в Чехии начнется запись на вакцинацию от коронавируса для иностранцев с коммерческими медицинскими страховками. Это случилось, потому что была информация, что не все могут, только те иностранцы, у которых есть государственная страховка ВЗП, те могли спокойно записаться, вакцинироваться. Сейчас Министерство здравоохранения дорабатывает последние технические моменты, поэтому точной даты старта пока нет, но она будет 100%. Касается это иностранцев из третьих стран с долговременным разрешением на пребывание, то есть долгодобный побыт по воссоединению семьи, как правило, то есть тех, у которых еще нет государственной страховки. Министерство обещало предоставить иностранцам из третьих стран такую возможность при условии, что они самостоятельно оплатят процедуру. Стоимость этой процедуры будет составлять не выше 850 крон, это за две дозы вакцины, при этом мигрантам будет доступен только один препарат от компании Pfizer, то есть будет вакцинация только одним препаратом, больше других вариантов не будет, но это по крайней мере пока. Многие страховые компании уже пообещали компенсировать иностранцам расходы на вакцинацию, но уже по факту, то есть сначала клиент оплатит препарат и инъекцию из своего кармана, а затем сможет подать заявление о возмещении расходов. Кроме того, прививать иностранцев с коммерческими страховками будут далеко не все центры вакцинации, это тоже важно, а только те, которые заключат договор с Министерством здравоохранения Чехии. Вот такая вот, ребят, новость, кто будет хотеть вакцинироваться, я вам скажу, в Чехии уже почти половина населения вакцинировано, это почти 5 миллионов человек, поэтому все идет к тому, что будут вакцинироваться и с коммерческими страховками, и с государственными, тем более сейчас уже открывается очередь для подростков 16 лет, для 30-летних уже открыли, то есть уже все группы населения открыты, и очереди очень большие, в день вакцинируется там больше 100 тысяч человек, поэтому все идет к тому, что будут все в основном вакцинированы. Ну и вторая новость, связанная опять же с вакцинацией, это то, что в Чехии начали с 1 июня выдавать электронные COVID-паспорта, они уже признаются на двухсторонней основе в 7 странах, с этим сертификатом жители Чехии могут без ограничений путешествовать по соседним странам. Касается это иностранцев, которые проживают здесь же в Чехии, имеют ВНЖ, ПМЖ, какие это страны, то есть кто уже вакцинирован даже с первой вакциной, могут посещать Германию, Австрию, Польшу, Словакию, Венгрию, Словению и Хорватию, то есть все соседи плюс Словения и Хорватия добавлено, это туристические такие зоны на отдых, на море, можно спокойно с первой давкой, то есть вакцины ехать. Чешская республика заключила двухстороннее соглашение с каждой из этих стран. Германия же в свою очередь уже Чехию исключила из опасных стран, теперь можно ехать без теста на COVID-19 и карантина, то есть свободно можно путешествовать в Германию, поэтому кто желает, пожалуйста. Не понадобится тест только для тех, кто выбрал наземной транспорт, то есть автобусом, либо автомобилем. Перед посадкой в самолет тестировать на COVID-19 пройти все-таки нужно и полностью не смогут обойтись без тестов те, кто планирует посещать рестораны или проживать в отеле на территории Германии. То есть если вы поехали с ночевкой и хотите посетить рестораны, музеи, какие-то заведения, то тест там нужен. Переходим к следующей новости, такая интересная новость по поводу работы. В Чехии была спецоперация под названием Кличко, задержали группу украинцев. Что здесь рассказывается? То есть полиция в Чехии обнаружила и задержала группу украинцев, поставляющих в страну дешевую рабочую силу. В спецоперации приняли участие почти 100 полицейских и более 50 сотрудников таможенного управления. По данным силовиков, банда состояла из группы богатых украинцев из Закарпатской области, которые искали работу для соотечественных практически по всей Чехии. Нелегалы въезжали в страну в основном по туристическим визам, то есть по биометрии, можно так сказать, не имея разрешения на работу и трудились за низкую плату. Ребята, к чему эта новость? Въезд в Чехию остается закрытым по биометрии, по туристическим визам. Как ни крути. Понятно, что в большинстве случаев хотят все поехать бесплатно, пересечь просто границу и здесь уже найти работу. Но сколько раз уже говорилось, не только в моем видео, не только на нашем канале, что нахождение по биометрии здесь, в Чехии, нелегальное. Только можно смотреть на достопримечательности, гулять, ходить, но не работать. Потому что если вас поймают за работой по биометрии, это депортация, это штрафы, это просто никаких условий для вас абсолютно нет. Зачем такое надо? Мы, скажу честно, общались с одним из ребят, которые приезжали по биометрии на сезонные работы, то есть работа на фермах, на полях. И говорим ему, ты же приехал, ты же нарушаешь реально сам закон. Он говорит, ну понятно, что там денег нету. Приехал, пересек, как-то вот так вот кому-то там на границе дал сколько-то там евро. Или водителя там есть, перевозчики завозят. Сколько-то там денег сразу говоришь. Через какую-то смену в определенный день созваниваться. Я, честно, этих всех моментов не знаю. Но приезжает здесь, находится там 6-9 месяцев. Не 3 месяца даже, а 6-9. Я говорю, а как ты обратно пересекаешь границу? Ну я приезжаю, говорит, на границу отлистываю там кому-то из пограничников полторы-две тысячи евро. Я говорю, смысл? Говорю, тебе здесь находиться 9 месяцев. Из-за того, чтобы тебе не поставили депортацию отдать полторы-две тысячи евро, с которой нужно реально заработать. А оплата идет у них там 90 крон в час. То есть работает 6-дневка на полях, допустим, это под солнцем. Представьте, там под дождем. Ну понятно, что может если сильный дождь, то не работает. Но сам факт, что ты находишься 24 на 7, можно сказать, только по 12 часов работы, там с 6 утра до 8 вечера, солнце встало, солнце село. За 90 крон в час, чтобы насобирать денег, и мы не поставили депортацию. То есть кому-то в карман дать полторы-две тысячи евро, это нереальная просто для меня сумма личная, потому что их тяжело очень заработать на таких работах. Это адский труд. Но ребята, тем не менее, для них это нормально, это норма, их все устраивает. То есть они готовы так делиться с таможенниками, чтобы им там не ставили депортацию. Я, честно, не за такой способ. Я за легальный способ, за легальное нахождение, за легальные права, чтобы у вас была здраводка, чтобы у вас были все права, чтобы вы здесь могли не прятаться от полиции, если вдруг у вас проверят в метро документы, а у вас просто паспорт заграничный и больше ничего. Соответственно, потом же передают вас к ЗНС-кой полиции, и все, до свидания. Поэтому, ребят, это, конечно, решение ваше, но вот видите, такие новости постоянно выскакивают, что кто-то кого-то находит, и, как правило, это украинцы. К сожалению, такая вот горькая правда. Тем более, предоставляется вам куча контактов, куча вакансий, все это делюсь, это все легальное трудоустройство, только чешские рабочие визы, никаких не польских, ничего. Все это есть под видео, в описаниях, в ютубе, в сообществе, в инстаграме, опять же, делюсь. Ребята, все это есть, пожалуйста, заходите, звоните, обращайтесь. Вот на такой невеселой ноте приходится прощаться с вами в сегодняшнем выпуске, но ничего, будьте разумны, будьте здоровы, и все будет у вас хорошо. Увидимся в следующих выпусках, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.